Сибирская лига КВН На ваш взгляд, это действительно успех для сибирских команд с регионального уровня сделать шаг выше? Мне кажется, любой шаг вперед – это успех. Другое дело, что лиг огромное количество, и не все лиги представляют из себя для любого КВНщика что-то такое интересное. Но здесь разговор идет о центральных лигах КВН, которые курируются центральными редакторами и самой компанией АМИК. И над всем этим зоркий глаз Александра Васильевича Маслякова. Поэтому это, безусловно, успех и для девчонок наших новосибирских, и для ребятишек из Омска. Для всех, кто попал после фестиваля в Сочи в какую-то из центральных лиг, они могут чувствовать себя абсолютно счастливыми людьми, даже не дойдя еще до финала этих лиг. – Новосибирские девушки в интервью моим коллегам сказали, что для них это как для хоккейной команды выйти с регионального уровня сразу в НХЛ. Вот так же и для них это. А есть ли у них шанс дальше пойти? И что вообще для этого сегодня нужно? Ведь КВН сейчас не только шутки, это еще и финансовая сторона достаточно серьезная. – Наверное, будет очень тяжело. Я не хочу выступать в качестве пессимиста, который сейчас погубит на корню только своими прогнозами команду «Я обиделась», и не дай бог они действительно обидятся. Но это будет очень тяжело, потому что где-то начиная после поколения команд КВН «Уральских пелеменей», примерно вот того уровня, КВН стал другим, даром шутят, что он уже не тот, он действительно не тот. Сейчас нет команд, которые бы работали сами на себя в одиночку и справлялись бы в гордом одиночестве. Увы, это целая индустрия, на команды работают профессиональные авторы в большом количестве, их очень много. Все они бывшие КВНщики, они очень хорошо знают конъюнктуру, они знают, как шутить, как смешить людей. Пока девчонки справляются, если не справляются самостоятельно, это хорошо. Да, они сами. Конечно, увы, в гордом одиночестве вряд ли покорить, в том числе и те лиги, в которых они сейчас оказались. Но все же со временем приходит, в том числе и опыт. А что касается денег, безусловно, на все это нужны деньги, нужны деньги и на реквизиты, и на перелеты, и на все остальное. Но финансовую сторону очень сложно оценивать, не знаю. Поэтому только о творчестве говоря. Опять же, в интервью нашей программе они сказали, что съездить на одну игру – это порядка миллиона рублей, и, естественно, тут самостоятельно это вряд ли. Никак, никак. Я это прекрасно знаю еще по опыту, когда мы играли за Иркутск, иркутские декабристы, мы были самой далекой командой клуба. И, перелетая из Иркутска в Москву, тратить только деньги на перелет туда-обратно, ты уже фактически не думаешь о творчестве. О том, что если тебе понадобится вывезти на сыну слона, ну, например, а такое может понадобиться, то вряд ли у тебя найдутся деньги на этого слона. И ты вынужден, увы, низко-низко парить над землей, а не велетать высоко в облаках. Вы судья региональной лиги КВН. Вот если сравнивать региональные игры и то, что мы видим по Первому каналу, высшую лигу КВН, юмор, он похож или есть какая-то своя региональная специфика? Во-первых, Лига КВН Сибирь и Лига КВН Сибирь Некст, в которых я действительно являюсь уже на протяжении последних, ну, не берусь сколько говорить, но большого количества лет постоянным членам судейской коллегии, они, невзирая на свой региональный характер, могут похвастаться теми командами, которые в них играли. Это команды, которые известны всем по тем, кто смотрит КВН на протяжении последних лет на экране телевизоров. Это и Дежавю Нейрингри, это и Полиграф Полиграф, это и команда сборной Иркутска, и Бурятия, и Байкал, и многие-многие другие команды. Что там говорить, дети лейтенанта Шмидта тоже когда-то играли в Сибирь, а потом за один год стали чемпионами высшей лиги. Поэтому уровень Сибири, он, конечно, все-таки не местечковый далеко. И там бывает огромное количество хорошего юмора, качественного юмора, который потом заставляет рассказывать, а я вот был на КВН, и вот такая вот шутка. Другое дело, что уровень местных лиг и сам характер местных лиг подразумевает, что какие-то вещи там могут прозвучать и будут поняты залом, и будут оценены залом только здесь. А когда их покажут по телевизору Александр Васильевич Масляков, поэтому он их и не показывает, естественно. Он будет не понят другими регионами, другими, в том числе Москвой. Ну, может быть, поэтому и хорошо ходить на такие игры, потому что какие-то шутки ты имеешь возможность оценить только там, и негде больше. Я думаю, что КВН вечен, но он будет деформироваться, и уже когда-то просто этими тремя буквами КВН будет называться совсем другое шоу, совсем другая программа, игра. Но там будут те же самые люди. Я напомню, гостем нашей студии сегодня был Вадим Белинский, капитан команды «Иркутский декабрист» и судья Сибирской лиги КВН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова